Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Прибалты наконец испугались, причем отнюдь не России, что характерно, а того, что их бросят в самый решающий момент любимый гегемон. Оказывается, на чуткую нервную систему Таллина, Риги и Вильнюса очень шибко повлияла судьба одного американского союзника, которого сейчас на глазах сливают. В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них. Об этом информирует агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что в Эстонии, Латвии и Литве уже не уверены в разгроме российских войск в текущем конфликте. Чиновники в Прибалтике считают, что российские войска не будут разгромлены в этой схватке, а населению республик надо быть готовым к конфликту на их территории. При этом, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза, отмечает агентство. Как говорится, не прошло и двух лет. Последние действия США в отношении нынешнего конфликта наглядно продемонстрировали истинные намерения Вашингтона в отношении бывших советских республик. Расходный материал – не более. И в Таллине, и в Риге, и в Вильнюсе теперь, судя по всему, крепко задумались о собственной судьбе. В случае с возможным конфликтом между Российской Федерацией, Эстонией, Латвией и Литвой, шансов у армий бывших советских республик не будет никаких. Это хорошо понимают и в правительствах этих стран. А ведь они в последние годы так отличились на русофобской почве, что не ровен час ответить придется. И в этом случае спину прикрыть будет некому. Ничуть не веселее и откровение Макрона. Европа не очень преуспела в сдерживании России. Попытки надавить на Москву провалились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала Friends Five. На кону европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее. отметил Макрон. При этом он признал, что европейские страны не очень преуспели в сдерживании России, а попытки надавить на нее провалились. Но и пессимизм Макрона просто ничто по сравнению с тем, что вывез на днях действующий министр обороны Финляндии. Интересно даже, усидит ли он после этого в своем кресле или с должности все же турнут. Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Политико со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Анти Хякенена. У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и их союзники побеждают, цитируют журналисты слова Политика. По его словам, западные государства вступили в новую холодную войну с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки союзников и противостояния Москве. Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает российских противников развединформацией в режиме реального времени и передает вооружение. Впрочем, Америке может скоро стать вообще не до того. Скоро запасы бодрости в Вашингтоне могут иссякнуть. Один из ведущих банков США, Goldman Sachs, прогнозирует взрывной рост цен на нефть в самое ближайшее время. Дело в том, что… Да, собственно, что же тут гадать? У таких проблем всегда ровно одна и та же причина, которая называется Байден. Умение старины Джона портачить легендарно и непостижимо. Он умудряется провалить даже абсолютно надежные ситуации. По мнению экспертов одного из ведущих финансовых институтов США не стоит обольщаться нынешней тенденции мировых цен на нефть, потому что это может оказаться временным явлением. Они полагают, что близок момент, когда наступит кумулятивный эффект от всех мер, которые принимаются в последнее время странами ОПЕК+, а также проявляются в полной мере последствия наступившего хаоса в Красном море. Дело в том, что эксперты говорят о том, что на нефтяном рынке очень часто сырье закупается с большим запасом на месяцы вперед. И потому рынок следует заменяющейся конъюнктурой с определенной задержкой. Если у людей имеется запас нефти, сделанный ранее, плюс уже заказанные и оплаченные партии нефти, которые прямо сейчас идут по морю или будут отправлены через пару недель, то понятно, что на них все эти мировые колебания не скажутся. Но однажды все-таки эта отсрочка закончится, и тогда действие всех факторов сойдется одновременно. Никто из игроков, задействованных в поставках и логистической цепочке не желает входить в положение клиентов. Все хотят прибыли. Например, ставки на фрахты нефтяных танкеров уже возросли на 25%, являясь и без того высокими еще с прошлого года. Иными словами, то, что котировки на сырье относительно стабильны, это чудо. Когда придет время, к примеру, если ситуация в Бабельмандепском проливе не будет решена в течение нескольких недель, то вся мощь накопленного эффекта обрушится на мировые рынки в разгар зимы. Поэтому пренебрегать опасностью незримо нависшей над топливной отраслью не стоит. Как видим, не зря Владимир Владимирович встречался с президентом Ирана, и не зря его так тепло принимали в Саудовской Аравии. Похоже, что Россия все же решит эту проблему застывших цен на нефть, да так решит, что Байден со своего трона может слететь кувырком. Оказывается, у России есть свои рычаги влияния на ситуацию, и если Запад решил начать вести себя с нами некультурно, то Россия тоже может отбросить белые перчатки и начать действовать жестко. И тогда коллеги и партнеры могут сильно огорчиться, что когда-то пренебрегли хорошими отношениями с Россией и решили сделать из нас врага. Россию лучше иметь в качестве союзника, скоро это поймет весь мир. А тем временем в Германии все идет к тому, что коалиция Шольца может не досидеть положенный срок. В декабре канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. Согласно рейтингу, подготовленному для издания компании Varian, канцлер потерял 14% пунктов и скатился во вторую половину списка, 14 место из 20 политиков. Кроме того, среди представителей правящей коалиции упал уровень одобрения у главы МИД Анналены Бербак и министра внутренних дел однопартийца Шольца Нэнси Фезер по минус 4%. При этом рейтинг министра обороны Бориса Писториуса не претерпел изменений. Он сохранил второе место после федерального президента Франка Вальтера Штайнмайера. Лидерами по приросту уровня одобрения в декабре оказались глава оппозиционного христианско-социального союза ХСС Маркус Зедер плюс 7% и политик Сара Вагенкнехт плюс 8%. В ноябре немецкий Минфин заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства до конца года. Эта мера коснулась почти всех бюджетных ассигнований различных ведомств. В середине декабря совещания правительства, посвященные разрешению бюджетного кризиса, завершились решением сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. А Китай начинает торговаться со штатами за право участвовать в российских проектах. Соединенные Штаты в ноябре наложили санкции на принадлежащие российской компании Novotec проект по добыче жиженого газа Arctic SPG-2. Китай, принимающий участие в предприятии, будет просить Вашингтон исключить его компании из санкционного списка. Основанием для такого шага Пекина станет то, что подобные санкции ударят по безопасности Китая, поскольку могут угрожать перебоями в поставках энергоресурса. Это, в свою очередь, приведет к дефициту топлива для объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, китайская сторона не готова отказаться от сотрудничества с американцами в плане импорта жижного газа с месторождений США. Эту деятельность осуществляют китайские компании KNO-KLTD и China National Petroleum Corp. Важно отметить, что подобные просьбы Пекин озвучивает нечасто. Однако в данном случае это имеет основания. Перевозящие жижный газ суда, в отличие от нефтяных танкеров, скрыть от наблюдения практически невозможно. Между тем, Джозеф Байден планирует подписать указ, предусматривающий некое наказание в отношении банков, помогающих России избегать последствий западных санкций. В Вашингтоне полагают, что эта мера ужесточит функционирование цепочки поставок, помогающей Москве получать доходы от реализации углеводородов и других экспортных товаров. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.